Российский газопровод «Северный поток-2» на минувших выходных опять оказался в центре внимания европейских политиков. С одной стороны, этот наболевший для Польши вопрос в очередной раз поднял премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий в ходе визита в Варшаву нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лучшим решением было бы не запускать «Северный поток-2». С другой стороны, Шольц в ответ заявил о том, что возглавляемое им правительство приложит все усилия к тому, чтобы Украина оставалась транзитером российского газа. Но никак не высказался относительно запуска проекта. В то же время новый министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербук в эфире немецкого телеканала «ЦДФ» заявила, что в настоящее время видит юридические препятствия для ввода в эксплуатацию спорного трубопровода. В настоящее время этот трубопровод не может быть одобрен, поскольку он не соответствует требованиям европейского законодательства. Да и вопросы безопасности в любом случае остаются открытыми. Прежнее правительство обсуждало с американцами то, что в случае дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта этот трубопровод не мог бы быть подключен к сети. По мнению немецкого эксперта по энергетике Франциски Хольц, «Северный поток-2» вряд ли рассорит партнеров по коалиции – социал-демократов и «зеленых». Хотя у них и традиционно разные взгляды на проект. Я не думаю, что «Северный поток-2» станет яблоком раздоров коалиции. В последние несколько дней и Анна-Лена Бербак, и Олаф Шольц лишь повторили уже известные позиции немецкого регулятора, ну и, по сути, предыдущего федерального правительства. Во-первых, федеральное агентство по сетям утверждает, что «Северный поток-2» не может быть запущен из-за требований третьего энергопакета. Анна-Лена Бербак ничего другого и не сказала, а Олаф Шольц заявил, что во всем, что мы делаем, мы должны принимать во внимание интересы стран-транзитеров. В конце концов, это тоже не новость. И оба они своими заявлениями оставляют открытым вопрос о том, может ли «Северный поток-2» в таком виде быть взят в эксплуатацию. Я предполагаю, что, несмотря на все риторические баталии, которые, возможно, будут иметь место в ближайшие недели, через несколько месяцев мы увидим, что он заработает. По мнению профессора университета в Инсбруке Герхарда Мангота, даже если «зеленые» будут как-то противодействовать запуску проекта, финальное решение будет все же принимать канцлер. Окончательное решение будет принимать Шольц, даже если это может стать бременем для коалиции, в случае, если он выступит в поддержку «Северного потока-2». Если сертификация состоится и «Газпром» выполнит соответствующие требования ЕС, то я думаю, что он заработает не раньше мая следующего года, может быть и позже. Но с политической точки зрения, у этого газопровода нет будущего, если произойдет военная эскалация между Россией и Украиной. По мнению Герхарда Мангота, военная агрессия России против Украины – единственная реальная причина, по которой «Северный поток-2» может так и не быть введен в эксплуатацию. Тем временем в понедельник на Совете министров иностранных дел ЕС глава МИД Австрии Александр Шаленберг призвал как можно скорее ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию. «Проект завершен, и теперь его необходимо использовать», – подчеркнул он. Тем самым Шаленберг возразил главе МИД ФРГ Анна Лене Бербак, которая также участвовала в этом заседании. В настоящий момент сертификация проекта временно приостановлена, так как немецкий регулятор потребовал создания фирмы-оператора газопровода «Северный поток-2» в соответствии с законодательством ФРГ.